Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. 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 Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, посившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. И он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылое храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует от тебе и на руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа, Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол и все ангелы приступили и служили ему. Такой евангельский отрывок, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день читаем мы с вами, мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея. Итак, после событий крещения Господь Иисус Христос удаляется в пустыню для того, чтобы находиться в ней, укрепляться духом перед той проповедью, на которую Господь готовится приступить. Сорокодневный пост, который совершает Господь в пустыне, есть и образ того поста, который совершаем в эти дни мы с вами. Сорок дней Господь не вкушает пищи, но находится в молитве. И напоследок, как пишет евангелист Матфей, он взалкал, то есть человеческая природа не выдержала вот этого испытания. И здесь как раз приступает ко Христу дьявол, чтобы искусить его. В залкал, то есть дьявол всяческий раз приступает, искушает человека, подобно и в этом отрывке, тогда, когда происходит самое, что называется, удобный случай и удобный момент. Начинается искушение, которое предлагает дьявол Христу с вопроса о том, чтобы он использовал свою мощь и силу, о которой дьявол догадывается, но еще в полной мере не видел, предлагает использовать ее на себя. «Скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». В залкал, то есть тело спасителя требовало пищи. И вот как раз-таки на это делает упор искуситель. Буквально можно понять этот небольшой евангельский рассказ и так, что, вот точнее вот этот небольшой отрывок, эти первые искусительные слова дьявола, так, чтобы Господь употребил свою власть на самого себя. Но мы с вами помним слова спасителя о том, что он пришел не для того, чтобы служили ему, но чтобы послужить. Дьявол говорит ему, употреби это эгоистически, сделай что-нибудь полезное хотя бы для себя, ведь ты увидишь в дальнейшем, что они только и ждут от тебя вот этих чудес и знамений, насыщения, хлеба и зрелищ, этого всегда ждал и ждет и ожидает мир. Любви той, которой ты ждешь от них, ты не получишь. Примерно с такими словами мог обратиться дьявол ко Христу. Но Господь говорит совершенно другое. Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Эти слова можно растолковать так, что каждый из нас должен понять, что мы полностью зависимы от Бога. То есть не хлебом единым сыт человек, но словом Божьим, исходящим из уст его. Как бы ты ни пытался своими силами что-то предпринять, все это может очень быстро разрушиться и претерпеть крах твое дело, если ты не будешь памятовать о Боге. Здесь же в этом искушении мы видим, что слова дьявола направлены не только для того, чтобы Господь использовал эту силу для себя, но использовал ее для привлечения окружающих людей. Сделать хлебы камнями для себя, но также очень легко завоевать доверие было бы, если Господь давал бы эту пищу многим. Ведь что требовалось? Мы уже сказали, хлеб и зрелищ требовал всегда народ. О зрелищах будет вопрос следующего искушения, но о хлебе Господь очень жестко и очень строго отвечает дьяволу, что не хлебом единым сыт человек. То есть ты должен понять, что твое памятование должно быть в первую очередь о Боге. Следующее искушение, которое предлагает дьявол Христу, заключается вот в чем. Берет его дьявол в святой город, поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, что на руках тебя возьмут и не преткнешься камень ногу твою. Но Господь отвечает ему, не искушай Господа, Бога твоего. Вот что значит сбросься с крыла храма и ничего с тобой не будет. Опять же, яви, покажи чудо. Что это за искушение, если мы так без анализа попытаемся рассмотреть это? В чем его суть? Именно в том, чтобы явить чудо окружающим людям. Сбросься с крыла храма, чтобы тебя увидели многие, но ты, приземлившись на землю, остался бы цел и невредим. Вот это чудо, конечно, бы поразило всех. То есть буквально яви сенсацию, и тогда многие за тобой пойдут. Но Господь отвечает совершенно другое, что не надо искушать Бога своими действиями, что бессмысленно подвергать себя опасности умышленно. Вот об этом как раз-таки мы должны памятовать тогда, когда приступаем к кому-то делу. Бессмысленно себя подвергать опасности. И это можно считать греховным даже, когда мы подвергаем себя опасности по какому-то своему неразумию или каким-то другим вещам. Господь очень жестко и твердо отвечает, что не искушай Бога твоего. Далее дьявол предлагает ему следующее искушение, третье. Он поставляет его на высокую гору и говорит ему, отдам тебе все царства, если ты поклонишься мне. Тогда Иисус говорит, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоим, поклоняйся ему, единому служи. И здесь, что это за искушение? Дьявол предлагает Христу буквально следующее. Пойди на компромисс с самим собой, не взвинчивай слишком высоко свои требования. Закрой глаза на какие-то промашки и грехи и отступления человеческие. То есть буквально поклонись мне, пусть этот грех действует, но мы с тобой будем вместе. И тогда народ пойдет за тобой, за теми целями и в конечном счете за тем, что ты там хочешь сказать. Ведь исходя из этого рассказа и из последующих описаний событий евангельских, мы должны понять, что дьявол до конца не может вместить ту мысль, что пред ним находится Бога-человек. Что это второе лицо, что это есть Сын Божий. В нем происходит в дьяволе постоянное борение. Ведь какую природу больше всего ненавидит дьявол во Христе? Конечно, человеческую природу. И вот это не может он принять в своем уме. Поэтому предлагает искушения, которые как бы противоречат друг другу. С одной стороны, он понимает, что под ним человек с необычайной силой, но при этом он не может его склонить на свою сторону. Итак, вот все эти искушения говорят нам об одном, что мы должны, во-первых, стараться употреблять все те дарования, которые имеем, стараться не употреблять их эгоистично, ибо в этом заключается огромный и великий грех. С другой стороны, в нашей вере не может быть компромиссов. Мы не можем в нашей вере быть полутона или серые тона. В Священном Писании мы помним слова Христа. Либо говорить «да-да», либо «нет-нет». Не может быть чего-то противоположного. Ну и третий момент, вот третья мысль, исходя из сегодняшнего евангельского повествования, заключается в том, что мы не имеем права подвергать себя опасности бессмысленно, тем самым искушая Бога всякий раз, когда совершаем это. Поэтому будем вынимать словам Священного Писания, читать его и продолжать читать, изучать его вместе. Сегодня мы читали Евангелие от Матфея, 4 главу, с 1 по 11 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok